Если результаты голландского референдума будут такими же, как предварительные итоги голосования, то ГАГА откажется от ратификации соглашения Евросоюза с Украиной. Об этом в соцсети написал премьер Нидерландов Марк Рюта. Сам он в день голосования поддержал Киев, но мнение народа для властей королевства будет решающим. Если исход референдума остается таким же, как сейчас, то мы не можем больше продолжать ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. Это мое политическое мнение. Евросоюз сейчас ждет, что же в итоге скажут власти королевства о судьбе соглашения об ассоциации. В самой Украине многие говорят, что не очень-то и хотелось в Европу. Ну, во всяком случае, сейчас. Это же отлично, понимаете? Это показать, кто сейчас у власти. И как можно быстрее. Потому что, если сейчас бы они заголосовали, мы бы еще несколько лет вот так бы жили. А так это все. Мы дождемся того, когда перезберут, нормальную власть выберут. Я, в принципе, отношусь к этому не драйв. Потому что, если брать то, что Украина войдет в ЕС, это будет хорошо, да. Но многие страны будут против. Потому что, как бы, Украину никто не любит. Как на меня, это все результаты. Это все результаты по экзитполам, пока неофициальные. Так что, зачем бежать впереди паровоза? Украинские политики уже называют полным провалом Киева и приговором Петру Порошенко. То, что и в стране голландцы сказали нет по вопросу евроинтеграции. Негативные для нас показатели экзитпола референдума в Голландии являются приговором не Украине и украинцам, а нынешней власти. Это приговор президенту страны, который, имея все полномочия, в течение двух лет системно и настойчиво между прошлым и будущим выбирал прошлое. Который, вопреки воплям людей и своим же декларируемым лозунгам, выбирал в партнеры элиту и олигархов, а не гражданское общество и новое поколение. Нам надо перейти от псевдо-евроинтеграции к созданию реальных изменений. Мы могли бы выиграть, если бы не ввели политику псевдо-евроинтеграции. А надо было удивить объемом европейского законодательства и его внедрением. Антикоррупционными действиями, а не преследованием борцов с коррупцией, быстрым формированием действенной коалиции, а не трехмесячным перетаскиванием дырявого бюджетного одеяла. Глава украинского МИД Павел Климкин откровенно разочарован. Не помог его велопробег в Амстердаме убедить голландцев, что Евросоюзу нужен Киев. Он обвинил в неутешительных результатах референдума евроскептиков. Якобы это они запутали народ. Ведомство Климкина дало менее эмоциональный комментарий. Там рассчитывают, что власти Нидерландов не примут в расчет мнения большинства жителей королевства и примут решение пользу Киева. Сам президент Порошенко назвал голландское голосование не больше, не меньше, чем атакой на Европу. Настоящая цель организаторов референдума – это не соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Это также свидетельствует дискуссия. Продолжение следует...